В симуляционном центре Института фундаментальной медицины и биологии состоялась экскурсия для детей с нарушением зрения. За время визита ученики 172-й школы изучили макеты человеческих органов. Мы приглашаем всякие школы к нам на экскурсии. И данная специализированная школа у нас уже второй раз. Первый раз они сами изъявили желание в мае. Мы им приготовили. Было, конечно, для нас очень волнительно. Мы готовились. Второй раз уже нам полегче, так как мы знаем уже, с каким контингентом детей работаем. Экскурсия носила больше тактильный характер. Каждый экспонат можно было потрогать. Помимо этого, участники экскурсии смогли изучить медицинское оборудование и использовать его на практике. Мне больше всего понравилось трогать лялечек, смотреть скорую помощь, помощь служит манекенам. Мне больше всего понравилось, как мы видели скорую помощь и как я спасал человека. Мне больше всего запомнилось и понравилось смотреть кости. Еще мне понравилось слушать дыхание и я научилась делать реанимацию легких и сердца. Программа экскурсии была адаптирована с учетом особенностей участников. Были задействованы не только тактильные, но и слуховые способы изучения экспонатов. Все новое, все, что они сейчас воспринимают, все, что получают, это все для них полезно. Полезно только с тем, что это все объекты натуральных размеров, все как в жизни. То есть они могут ощутить не на фильме, не минимизируемых каких-то макетах, которые находятся в школе и так далее. А здесь они могут в реальности ощутить, что действительно вот так это может произойти. Даже та же самая авария, которую мы сейчас трогали. И вот то, что здесь они могут видеть, строение скелета человека, проходим, есть у нас раздел, тема организм человека, где мы это все проходим, изучаем. И здесь воочию это все увидеть, детям это очень интересно. Помимо прощупывания отделов сердца и наблюдения за работой легких, ученики 172-й школы узнали, как правильно оценить состояние пострадавшего, вызвать скорую помощь и оказать первую доврачебную помощь. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс.